мы сейчас будем готовить основу под нашу салфеточку на которой мы будем имитировать старую бумагу что мы делаем берем грунтовку берем кисточку и закрашиваю сначала серединочку стараюсь положить тоненький слой хорошо его растушевать ну вот если вы обратите внимание я делаю такой немножечко неровный край мне хочется сделать его таким как у старой бумаги на принципе крайне редко имеет ровный край вот грунтовочка у меня высохла сейчас будем колдовать для того чтобы нам с имитировать бумагу нам нужно придать этому белому цвету более теплый белому цвету грунта более теплый оттенок как обычно бывает с бумагой когда она состарена она становится такая более коричневатая более такая со всякими крапинками с какими-то затемнениями на уголках как мы сами этого добьемся вот кисточкой я беру немножечко грунта много не надо беру охра золотистая можете взять просто охру темную например или сиену натуральную она тоже подойдет либо смешать желтый немножко с коричневым у вас получится тоже такой приятный цвет можете остановиться на том оттенке бумаги который вам понравится берем кисточкой немножечко охры совсем чуть-чуть перемешиваем грунтом который у нас был вот получается такой красивый темный оттенок темные неправильно сказала извините теплый теплый оттенок небольшой вот и готовим под руку умбру натуральную открываем баночку умбру жженую тоже открываем держим на готове поставим немножечко еще все-таки охру на всякий случай и берем маленькую тоненькую кисточку держим на готове обязательно рядом под рукой мокрая тряпочка и банка с водой значит смотрите что мы будем делать нам нужно затонировать этот медальончик наш и смотрите смело делаю мазочки краска достаточно густая берем кисточкой воду и прямо растягиваем если надо еще берем и растягиваем снова берем смешанную грунтовку еще раз воду и растягиваем таким образом у нас получается грунт на медальоне окрашивается в такой полупрозрачный оттеночек и благодаря тому что мы наносим сначала краску а потом добавляем воду у нас получается это окрашивание неравномерным то есть то что нам нужно в принципе потому что бумага равномерно окрашена в один и тот же оттенок в принципе не бывает у нее всегда есть какие-то разные переходы из одного цвета в другой но все они конечно едва уловимы глазу кто-то скажет да не может быть такого бумага вся одного оттенка но только но свежая новая бумага может быть такой вот смотрите наш медальончик получился уже более теплого оттенка хорошо вписался видны такие мазочки не очень равномерные я даже еще больше растяну я хочу добиться такого эффекта так теперь эту кисточку промоем чтобы она была влажная и маленькой кисточкой на палитру беру понемножечку вот буквально там на кончике кисточки вот этой вот на кончике совсем вот в эту лужицу которая у нас осталась вот смешанный с охрой грунтовки вбиваю эту краску в одну делаю маленькую кучку охры маленькую кучку умбры жженой и маленькую кучку умбры натуральной кисточку макаю в воду и четвертую кучку делаю все это перемешиваю получается такой оттенок смешанный всех трех цветов плюс грунт он получается такой очень сильно разбеленный и очень мягонький теперь берем в руки широкую кисточку макаем чистую воду не ту в которой мы промывали кисти а в чистую и по краешку делаем такую вот растяжку водой старайтесь не выходить за границы медальон чека на уголках делаем чуть пошире а по краешку поуже так как показать то вот так вот видно границы до видно так вот у меня идет граничка полукруга вот это вот все у меня водичка и смотрите теперь волшебство кисточкой этой вот где у нас разведенный разбеленный цвет делаем такие вот по краешку точечки можно даже нарисовать полосочку можно поставить точечки вывести сюда за счет того что у нас положена чистая вода краска здесь на палитре у нас тоже была разведена краска будет расползаться вот здесь вот у меня уже подсохла поэтому я беру кисточкой с водой и краешек растушевываем получается такой немножечко акварельный эффект и краешек наш затемнен я тут ляпнула сейчас тряпочка это вот она для чего нужна тряпочка только чистым местом вытираем вот у нас получился такой немножечко затемненный краешек то же самое делаем дальше чистую воду капаем берем кисточкой сделали полосочку воды теперь возьмем охру на эту же кисточку кисточку я не промываю и немножечко добавим охры чтобы были разные оттенки на нашей бумаге смело вот так вот размлевывая и потом влажной кисточкой краешки растушевываем если вам кажется что у вас краска плохо растекается возьмите кисточку промойте в воде и краешек растушуйте еще раз с большим количеством воды потом возьмем немножечко умбры натуральной в чистом виде неразведенном и немножечко еще здесь же по краю добавим чтобы получился небольшой переход между охрой и умброй ну не знаю насколько вам это видно потому что переходы такие полупрозрачные ну по крайней мере основное затемнение движение краски видно здесь вот я хочу потемнее сделать вот так вот двигаемся дальше снова берем кисточкой широкой с водой как бы обмываем уголочек старайтесь переходить из цвета в цвет чтобы у вас не однотонное это было чтобы были переходы из одного цвета в другой то есть не пользуйтесь по периметру медальона одним оттенком допустим там умброй а вот смешайте на палитре эти цвета между собой и в чистом виде чтобы они у вас были сейчас вот я допустим умбру добавлю в принципе таким образом можно имитировать например следы от чашек с чаями кофе тоже таким же способом по мокрому рисовать давайте вот так вот здесь вот еще немножечко добавлю лучше вот этот вот эффект со старинности бумаги делать до того как вы приклеите салфетку в принципе в такой фон можно и вжибить поставлю точечки